Хей, 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 всем привет, дорогие друзья, с вами Чунацкий, мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Хорошая пицца, отличная пицца. Друзья, прямо сейчас вот на экранах топ-комментарий из предыдущего видео, так-так-так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Если хотите попасть в следующую подборку, не забываем оставлять свой царский лайк и писать, конечно же, комментарий, дорогие друзья. Ну а теперь самое время посмотреть, кто же это к нам пришел. Кстати говоря, ребята, сегодня автоукладчик у меня уже будет, поэтому смотрите внимательно, какой же я купил, по вашим советам. Мои коллеги сообщили мне, что вы прошли все испытания, однако соусовицы предсказывали превосходную пиццу. Что? Если ты избранный, ты разберешься. Так, превосходная пицца, ребят, если ты избранный, ты разберешься. Превосходная, слушайте, мне кажется, превосходная, это простая. Просто сделаю вот такую вот борщую коровку, она реально идеальна, мне кажется, здесь вообще без вопросов должно быть, потому что сыр идеально разложен, соус тоже. Пепперошки лежат просто идеально, порезана она идеально. Я готов ее отдать, надеюсь, что все правильно. Держи. Вы делаете хорошую пиццу? Нет! Отличную пиццу. Однако я не смог вкусить превосходного, как было предсказано. Ага, а что я сделал не так, дорогие друзья? Что-то я не... Ой, смотрите. Воскрешение из земного праха и лучистого солнечного нектара необходимо. Смерть и покой нельзя смаковать без сладкого кусочка жизни. Две стороны уравновешенные составляют целое. Чего? Я не могу покоиться, пока не получу пиццу, где сбалансирована жизнь и смерть. Это на половину жизни и на половину смерть. На лепешке из цельной пшеницы. Лепешка из цельной пшеницы, понятно, ребят, на половину жизнь и на половину смерть. Слушайте, я примерно, может быть, даже понимаю, о чем речь. Смотрите-ка. Давайте-ка попробуем. Может быть, даже получится. Ну-ка. Так, у меня, по-моему, здесь вот где-то есть. Отлично. Отлично. Лучок у нас уже тоже выкладывается, ребята, автоматически. И это огромный плюс. Просто гигантский, потому что теперь с луком не надо запариваться. Так, здесь сюда тоже кладем перчик. Сюда. Я не знаю, ребят, может быть, я делаю неправильно, потому что стоимость вообще не соответствует. Я сейчас потрачу очень много на эту пиццу. Но мне почему-то кажется, что так должно быть правильно. Бекончик тоже смерть. Это же мертвое существо, правильно? Ветчина тоже. А вот ананас и базилик вовсе нет. Это как раз таки жизнь. Они ведь растут, они, значит, живые, по сути. Может быть, я понял неправильно, ребят. Не исключаю, не исключаю, что понял неправильно, но хочу попробовать. Может быть, все же выйдет. Надеюсь, что выйдет, по крайней мере. Так, ну что, ребят, пробуем. Не знаю, получится или нет. Надеюсь очень сильно. Пробуем. Держи. Пророчество. Существование. Аппетит. Не выполнено. Ай, да ладно. И что, вы не помогли пепертите. Испеките правильную пиццу, чтобы продолжить историю. Так, ладно. Пробуем еще раз, смотрите. Ананас висит в небесах. Купась в лучах света дня. Грибы обитают в земле и питаются гнилью. И как я должен был это загадать? Так, жизнь, смерть. То есть, по сути, я был прав. Но я сделал не совсем правильно. Только ананас и только грибы. Как это вообще можно было догадаться до такого? Я вообще без понятия, ребят. Просто без понятия, как до такого можно догадаться. Я думал, что жизнь это растение, а смерть это мясо. Но нет, я был не прав. Я был не прав, но ничего страшного. Вроде как мы ничего особо из-за этого не потеряли. Даже наоборот. Только прибавилось. Всего хорошего. Пепертитин. Ее зовут, блин. Кошмар какой-то. Ладно, режем. Отдаем. Надеюсь, что в этот раз все будет правильно. Фух. Ну что, держи пепертите. Ее, ты выполнил. Пророчество, что было предсказано. Превосходное попробовано. Мое существование удовлетворено. Я ухожу. Лихуя. Так, неплохо. Я, правда, не понял, она нам нормально заплатила или нет? Мой брат ненавидит пепперони. Я возьму пепперони. Ах ты, мелкий. Ну ладно, я не против. Не против. Насоли своему брату немножко. Пепперошка, пицца готова. Отдаем ее. Вот она просто идеальна, ребят. Вот смотрите. Смотрите и внемлите. Идеальная пицца, которая сделана просто идеально. Я, правда, не понял. А что, надо было первому дать соусовицу? Что ему не понравилось? Три доллара чаевых. Кстати, за такую пиццу это очень хорошо. Даже четыре почти. Так, смотрим дальше. Я хочу пиццу, которая наполовину соленый моряк. Другая. Так, давайте мы сразу справим. Половина оливки и анчоусы. Половина оливки. Так, значит, оливки полностью, анчоусы наполовину. Я понял. Давайте попробуем. Если я правильно все понял сейчас, оливки должны быть полностью везде. А анчоусы на одной половине. А что на другой половине, мы сейчас еще дополнительно проверим. Так, оливки полностью. И анчоусы на, допустим, левой половине пускай будут. Мне кажется, норм. С одной мы справились. теперь смотрим что с другой половина оливки анчоуз половина оливки так без перца ананасы пепперони сосиски ветчина бекон так пепперони сразу кладем ананасы давайте дальше кстати смотрите вот я все-таки не очень ровно кладу бекон ветчина сосиски по моему там тоже были да сосисочки тоже я думаю что следующим надо сделать автоупладчик сосиска ребят у нас они реально очень часто приходит очень часто просят именно клиенты их поэтому мне кажется надо добавлять так пепперони сосиски ветчина бекон и ананасы все вроде бы так блин давайте теперь проверим на всякий случай ананасы пепперони сосиски ветчина бекон вроде бы все правильно кладем кладем в нашу ультра модную печь золотую и сейчас мы отдадим клиенту получим наверное долларов 4 я думаю что где-то 4 доллара чаевых все-таки из-за того что настроение у нее немножко подпортилось до примерно даже почти 5 почти 5 долларов я хочу пиццу с пепперони на ней но также с сосисками не вопрос все пиццы с пепперони меня уже радует ребят уже радует если бы еще пицца была с луком это было вообще идеально я очень хочу чтобы сегодня была пицца с пепперони и луком это было бы просто безумно круто прям можно было ее сделать бы за пару секунд я очень хочу блин вообще хотелось бы конечно побольше автоукладчиков я надеюсь что мы с вами на стримах будем чаще играть в эту игру приходите обязательно на стримы ребята повещением группы вконтакте обязательно приходите будем у нее чаще играть чтобы чаще были автоукладчики половина пепперони перец половина грибы вот и конец так половина пепперони и перец давайте мы это с вами сделаем так пепперони кладем и половина грибы он по-моему сказал давайте сразу грибочки тоже выложим вот сюда 1 2 3 и перец тоже жаль что не лук опять же вот реально жаль что не лук это было вообще классно кладем по моему все же да я сделал да я просто на секунду испугался что может быть на части с грибами надо было бы еще что-то добавить но вроде бы все окей кстати очень красиво порезалась все прям идеально по моему и мы с вами получаем почти 4 доллара снова отлично уже почти соточка есть ребят уже почти соточка у меня непереносимость лактозы но я люблю все остальное два кусочка просто пополам темная корка нифига себе задание я бы сказал непереносимость лактозы это значит что она не может кушать сыр значит мы просто кладем ребят все остальное конечно пицца сейчас получится мега гигантская но зато мы получили за нее нормальные денежки так грибочки выкладываем оливочки тоже выкладываем что-то мне кажется сегодня игра немножко подтормаживать не знаю почему но ей все-таки требуется соединение с интернетом насколько я понимаю раз реклама здесь проигрывается блин как же мне нравится эти автоукладчики реально очень приятно когда за тебя все это делается не надо даже париться особо интересно настанет какой-то момент когда у нас будут все автоукладчики и надо будет просто нажимать правильные кнопки с начинкой и пополам делить и все мне кажется это будет вообще безумно классно так бекончик мы с вами разложили ананасы тоже раскладываем блин конечно пицца получается опять же очень большая очень прям массивная я уже много раз говорю что такая пицца наверно весит килограмма 3 баклажаны тоже кладем потому что она попросила все так базилик еще не положили и ветчину по моему тоже еще не положили нам надо будет сейчас ветчинки тоже добавить так кладем а уж 69 кстати мы успеваем мы успеваем между прочим процентов у нас хватает я думаю что блин она попросила темную корку ой ну хотя может быть все равно успеем 65 процентов есть шанс что мы за 15 процентов успеем темна корка делается м да я думаю что мы успеем надо пополам порезать но это сделать конечно же авто ну как бы авторезовщик пополам режет отдаем и зи пизи лемон сквизи 8 долларов чаевых чаевых изи это очень хорошо мы за эту пиццу в целом получили 30 долларов минус этот минус еда я хотел бы пепперони без молочных продуктов очень дешевая пицца конечно но зато очень быстро готовится в три касания буквально буквально в три касания так кладем ее на противень и смотрим что у нас получается у нас почти что даже чуть больше половины дня уже прошло но мы с вами заработали уже где-то 80 долларов я думаю ребят где-то так именно за серию я так имею ввиду так то у нас уже больше соточки то есть в принципе нам осталось четыре соточки до нового автоукладчика достаточно скоро полностью одету это максимально да я понимаю что конкретно соус сыр пепперони сосиски грибы оливки лук сладкий а полностью я понял просто иногда бывает ребят что ну как бы ну вы знаете вроде бы и максимальную просят но при этом не всю а тут прям вообще все и мы на этом потратили время потому что мы у него переспрашивали и у него испортилось настроение это плохо это плохо но сегодня пиццы реально идут дорогие хорошие меня это очень сильно радует надеюсь что мы сэкономим время по крайней мере на укладке лука хотя бы в этом будет плюс перчик сразу начинаем выкладывать блин классно автоукладчики прям очень экономит время ребят согласитесь просто мы на одну начинку меньше выкладываем считайте так а он попросил все я в принципе могу даже баклажаны добавить потому что ну он же попросил все хоть он их не называл но баклажаны тоже входят во все поэтому добавляем их тоже и у нас они снова закончились надеюсь никто не будет просить баклажановую пиццу это было бы очень неудобно мягко говорят так ананасы пошли у него 57 процентов ребят не я думаю не успеем я думаю не успеем все-таки максималочку выполнить но выполним то все равно конечно это без вопросов но на максималочку не получится по моему ветчину а не к лавышу да это последняя последнее что нужно положить так 50 процентов не не успеваем она у меня только жарится на тела у него уже 49 эх жаль ну ничего страшного ничего страшного все равно неплохо справились как мне кажется у нас еще четверть дня осталось мы с вами эту пиццу даем надеюсь 7 долларов хорошо хорошо не то чтобы идеально но неплохо мне нужна одна пицца с пепперони сыром и сосисками и другая пицца с пепперони сыром и сосисками короче две пиццы пепперони сосиски я так понимаю я так понимаю ребят смотрите как насколько у нас быстро это получается блин я вообще просто ну я не знаю я кайфую с этого потому что на самом деле нам надо нажать всего несколько кнопок а у нас получаются две красивейшие пиццы жаль что действительно автоукладочка сосисок нет это было бы вообще очень круто очень круто я бы сказал так кладем сюда и кладем 2 сюда фу пока неплохо получается пока неплохо ребят идем дальше режем отдаем режем отдаем изи так сколько у нас сейчас будет где-то 140 долларов я так понимаю да да 140 долларов ребята может быть 150 сделаем две пиццы одна грибная одна с луком два куска окей с луком это просто идеально отлично что у нас есть одна будет с луком точнее так давайте сразу сюда положим и одна грибная дама вроде сказал блин конечно жаль что они такие ну с одним ингредиентом заказывают пиццы потому что чем больше ингредиентов тем больше мы получим чаевых но ничего ничего я и на такие согласен я не против две пиццы это тоже очень хорошо одна грибная одна с луком да все правильно режем пополам отдаем и здесь тоже у нас авторезальщик режет пополам и отдаем сколько у нас сейчас будет долларов и 155 ребята мы уже с вами подняли мне кажется больше 100 долларов одна грибная одна с луком офигеть вот это везение вот это сейчас конкретно везение идет так одна грибная одна с луком с луком сразу делаем грибную мы я думаю успеем еще один заказ делать ребят я думаю что мы успеем блин если там будет заказ на три пиццы я буду просто орать ребят вот честное слово честное слово так даже две пиццы на самом деле было бы очень хорошо но три если будет это будет просто конфетка так он она же не просила нет все хорошо я имею ввиду что может быть была бы темна корка но не все хорошо отдаем отлично еще 10 долларов блин за что такое везение это очень хорошо смотрим давай три пиццы три пиццы так гавайская пицца я хочу три блин это я уже пас ребят я просто пас как и обещал у меня немножко так ор выше гор так я хочу три ваших фруктов фруктовых свинья почему-то секунду сейчас подумал что там просто фруктовая свинья написано так где у меня фруктовая свинья то вот фруктовый поросенок фу так здесь надо внимательным быть ребят пепперони сосиски ветчина бекон давайте сначала мясо выложим пепперони сосиски ветчина бекон вроде бы все правильно так сначала кладем пепперони блин вот это везение сосиски тут конечно придется ну так скажем долго посидеть потому что заказ большой очень большой но мы с вами и заработаем с него очень хорошие денежки очень так сосиски ветчина бекон блин сейчас реально придется раскладывать прям очень много если честно ветчину давайте начнем я конечно буду раскладывать ну как бы сразу весь ингредиент по всем трем пиццам потому что так будет мне кажется намного быстрее печенька идет в расклад у него кстати только 10 процентов ожидания прошло то есть по сути у нас времени даже может быть хоть хватит на отличную подачу возможно возможно потому что бекон уже идет и у нас есть все шансы на мой взгляд здесь тоже бекончик день уже закончился давно уже по пора идти домой с работы с моей пиццерии но нет ребята те кто у меня работают автоукладчиками кстати напишите комментариях кто хотел бы работать у меня в пиццерии автоукладчиком там не знаю пепперони например можете написать автоукладчиком чего бы вы хотели работать но нет ребят надо работать надо работать так значит пепперони ветчина сосиски бекон вроде бы все правильно перчик ананасы оливки Фу, еще целых три Надо ингредиента разложить Капец, как много Перчик, ананасы, оливки Так, ну перчик мы уже половину разложили Даже вроде бы Капец, я, по-моему, никогда так долго не задерживался После рабочего дня Вот это, конечно, мне очень такой интересный заказ Пришел под конец Так, перчик, ананасы, оливки По-моему, там еще под конец идут, да? Вроде бы да Так, разложили Надо аккуратнее раскладывать, чтобы мне потом еще штраф Блин, если будет возврат, это будет просто Жесть Вот это, ну, это можно просто сразу начинать с начала День, потому что Рестартить, потому что это нет смысла Играть дальше, если будет возврат средств Здесь возврат будет очень большой Плюс еще учитывая, что мы сколько потратили На ингредиенты, это будет вообще Так, хорошо Идем дальше Я уже не знаю, ребят, мне сложно сейчас что-то комментировать Потому что, сами понимаете Я максимально сосредоточен на том, чтобы все получилось правильно Проверяем Ананасы есть, оливки, перец Ветчина, сосиски, бекон Пепперони Вроде бы все правильно Проверяем Так Ананасы Оливки Перец Ветчина Бекон Сосиски Пепперони Да, все правильно Все правильно, ребят Отдаем на прожарочку Отдаем на прожарочку Первая пицца пошла Вторая Так, сейчас. Вторая пицца пошла. И третья пицца тоже сейчас пойдет. Кладем. Это готово. Так, темной корки нет же? Нет, нету. Все отлично. Режем просто идеально. Режем снова просто идеально. И режем снова просто идеально. Смотрим сейчас, сколько будет чая. Я думаю, что долларов 30 должно... Ну, 25. 30 долларов! Ой. Приветствую. Число моих читателей и друзей продолжает расти благодаря вам и вашей пиццерии. Это определенно мое счастливое место. Так как это лунный Новый год, и я хочу дать вам эту золотую свинку, чтобы вам всегда сопутствовала удача. Ча? Что? Вам будет интересно узнать, что есть и другие предметы, которые по поверьям могут давать удачу. В любом случае, желаю вам год полный счастья и процветания. Что за серия сегодня? Общая прибыль 133 доллара за серию. Декор? За... Защитник пиццерии. Обалдеть. А золотая свинка что дает? А защитник пиццерии что дает? А, теперь смотрите, кстати, мы можем посмотреть, как будет выглядеть тот или иной... Ой, воздушный змей. А, смотрите-ка, на лунный Новый год, похоже, здесь можно будет покупать разные... Луна, держатель Дариса. Ребят, ну, пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я купил. Настольные слитки. Здесь есть дверные хлопушки. Аппликация на окно. Кстати, красивая. Узел фортуны. Все, вроде бы больше ничего. Да, вот, значит, такие вот есть дополнительные разные прикольчики. Мне нравится. Надо обязательно что-нибудь купить, потому что, ну, как бы, это останется навсегда. Это всегда хороший такой бонус. Защитник пиццерии, либо золотая свинка. Ну, мне свинка как-то боль... Хотя, защитник пиццерии тоже прикольно выглядит, ребят. Если честно. Ну, пишите в комментариях, короче, ребят. Давайте. Золотая свинка или защитник пиццерии. И плюс, что вы хотите, чтобы я купил? Воздушный змей, цветущий персик, светильники, мешочки удачи, луна, держатель дарицы, золотое дерево. Кстати, тоже очень красиво, но 200 долларов стоит. Подвесные светильники, красные светильники, настольные слитки, дверные хлопушки, облекательное окно, узел фортуны. Фух! Это жесть. Это жесть. Сегодняшняя серия, это, наверное, одна из самых мощных серий вообще за все время, которое у меня... Которое я играл в хорошую пиццу. Мда, мда, нечего сказать. Реально все очень круто. Ну что, ребята, на сегодня, пожалуй, что все. Спасибо вам большое, что досмотрели до конца. Если видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И не забываем, конечно же, подписываться на группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. С вами же был Ченнадский, до сперва встречи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok